А следующий документ, ну вот, предположим, прошли в эту стадию, уже непосредственно для создания ОПТ, это название подготовка так называемых материалов комплекс экологического обследования территории для придания штатства ОПТ. Откуда это берется? Берется это, как ни странно, из законодательства об экологической экспертизе, потому что федеральным законом об экологической экспертизе, что для региональных, что для федеральных объектов, предусмотрено, что для создания, ну, одним из объектов экологической экспертизы являются вот эти самые материалы комплекса экологического обследования. Без них, ну это, конечно, в некоторой степени нонсенс, что обычная экологическая экспертиза должна определять в соответствии с законодательством или допустимость строительства, являются каких-то природоразрушающих проектов, но, к сожалению, создание ОПТ фактически тоже является объектом, или даже расширение экологической экспертизы, и вот конкретным документом, который об этом говорит, вот это является эти самые материалы комплекса экологического обследования, поэтому для того, чтобы создать ОПТ, вам этот документ разработать нужно. К сожалению, нет жестких требований, ну, на федеральном уровне, в некоторых регионах они есть, ну, не жесткие, но какие-то. Что должно в этом КЭО содержать? Ну, в первую очередь, это, конечно, описание территории, обоснование этих самых ценностей, ну, вот это фактически результат того самого обследования, да, которое у нас стоит на первом месте. Значит, поскольку это еще и связано с экологической экспертизой, то вам придется еще включить в этим КЭО, так называемый материал оценки воздействия со создания ОПТ на окружающую среду, потому что без этого экспертиза вы формальным принципом не пройдете. Вот, ну, это тоже такой формальный документ, ну, это ОПТ, это просто должен быть некий документ, который должен объяснить, почему создание ОПТ лучше, чем его не создание, да, чем это с точки зрения охраны природы более важно. Ну, там, если кому интересно, можно потом прислать, найти какие-нибудь эти материалы, ничего там особо страшного там нет, просто это формальная некая процедура. Ну, и правильно, конечно, чтобы сразу вместе с материалами КЭО готовить проект положения или паспорта той особо охраны природы на территории, чтобы того непосредственно, тот непосредственный документ, который определяет режим данной территории, ну, или хотя бы там просто предложение по режиму этой территории, чтобы тоже в этом КЭО должны содержать, чтобы люди понимали, чего их ждать, чего им от него ждать. Дальше должны согласовать с местной администрацией, ну, местной в данном случае, в зависимости, либо районной, либо поселковой, если это орган местного, ну, если это поселковая территория или там сельская администрация. Для чего? В первую очередь для того, чтобы провести общественное обсуждение этих материалов. Почему это важно? Потому что без этого, опять же, вы не пройдете экологическую экспертизу, а без экологической экспертизы, погас свет, вот, нажегся, вот, вы, опять же, ничего не создадите. Да, это тоже требование сгадательства об экологической экспертизе, ну, и на самом деле это в какой-то степени правильно, люди местные должны знать, что у них, на их территории, около их жизни создается какая-то особо охраняемая природная территория. Я должен сразу сказать, что это может быть формальная процедура, может быть, неформальная, потому что, к сожалению, бывают случаи, когда местные жители против создания особо охраняемых природных территорий. Ну, в основном, они против, потому что их неправильно информируют те чиновники или те, там, какие-нибудь природопользователи, которые не хотят, чтобы она была создана, объясняя, что им там запретят ходить, собирать грибы и ягоды, охотиться, что их там, если там прекратят, например, рубки леса, их всех выгонят из единственного лесозготовительного предприятия, в котором все работают, ну, иногда понятно, что там есть некоторые, говорят, правды, потому что, если понятно, что рубки ограничиваются, то лиспранкоз или там какая-то, затей струк туда уходит. Вот, это, ну, мы с этим сталкиваемся сейчас в Архангельской области, в борьбе за создание верхнего узкого заказника, ну, это много где случается. Да, да. Поэтому проведение общественных обсуждений – это вещь нужная, это не всегда простая, хотя, ну, обычно, конечно, ну, в моей практике чаще местные жители скорее поддерживают создание ОПТ, потому что им тоже обычно не нравится, что там они все вырубают или там застраивают или стреляют у них под окнами. Но бывает, еще раз говорю, по-моему. В любом случае, это, ну, я считаю, что эта процедура должна быть неформальной, потому что, ну, люди просто имеют право знать, что у них под недалеко выход.